Приветствую вас! Ну и в силу того, что вы задали вопрос достаточно общий, соответственно, ответ на него тоже будет достаточно общим. За дополнительными рекомендациями, более конкретными, вам нужно будет обращаться к тому эксперту, который вам понравился, либо дополнить как-то свой вопрос более подробно, потому что, ну, исходя из того, что вы вот написали, можно лишь только в самой общей форме вам ответить, и я боюсь, что не всегда это, ну, может соответствовать тому, что происходит именно с вами, поэтому прошу относиться к тому, что я скажу с пониманием и с, как бы, оценкой этого, как таких общих рекомендаций. Ну, во-первых, следует, наверное, понять, что жена вашего сына, женщина молодая, и, соответственно, будучи женщиной молодой, она склонна все максимализировать, гиперболизировать и, в общем-то, преувеличивать. То есть, спокойствия у нее нет. Если она, как бы, живет, например, с вами, или если она как-то взаимодействует с вами, то очень может быть, что вас она видит в соперника себе. И происходит это, конечно, из-за неуверенности в себе, происходит это, конечно, из-за того, что она недостаточно уверенно себя чувствует и стремится, допустим, говко говоря, самоутвердиться. И самоутверсение происходит, естественно, за ваш счет, просто потому, что другого, ну, никого нет рядом, и она пользуется вам. И в таком случае вам нужно просто-напросто не обращать, стараться не обращать внимания на ее какие-то слова, просто с пониманием относиться к ним, как бы с тем пониманием, что она агрессирует не на вас лично. Она агрессирует на маму своего мужа, может быть, даже потому, что боится, что вы будете делать что-то плохое, чтобы, например, разлучить ее с вашим сыном. Это первое. То есть уход от личного восприятия жены вашего сына. Уход от личного восприятия. Дальше. Следующий важный момент заключается в том, что человек, который агрессирует на вас, всегда вымещает или реализует определенную негативную энергию. То есть у этой женщины явно могут быть какие-то проблемы свои, какие-то комплексы, может быть, даже, какие-то переживания, которые она реализует на вас. Ну, может быть, у нее, например, плохие отношения с собственной мамой, и на вас она, как бы, проецирует негатив. Может быть, у нее какие-то другие проблемы, об этом можно только гадать, а мы, давайте, где-то этого делать не будем, а просто-напросто скажем, что вполне вероятно, что вот эта вот негативная энергия, которую пытается проецировать на вас жена вашего сына, она, опять-таки, не имеет лично к вам ничего общего. То есть лично к вам отношения никакого. Эта энергия не имеет. И важно, чтобы вы просто-напросто сами реагировали на это максимально спокойно, по возможности, конечно, настолько, насколько это для вас возможно. Чтобы вы реагировали спокойно, чтобы вы не принимали это на свой шрифт. Дальше. Вы можете всегда включить юмор, и там, где ваша, как это сказать, вот, забыл, невестка, в общем, жена вашего сына, там, где она включает агрессию, вы можете совершенно спокойно проявить юмор, как бы намекнуть ей на какие-то несостыковки в том, что она говорит, например, вам. И, соответственно, из-за наличия этих самых несостыковок просто-напросто заставит человека задуматься над тем, что же она делает. Наконец, вы можете поговорить с твоим сыном и сказать ему о том, что вы, безусловно, любите его жену и принимаете ее как дочь, но она чересчур агрессивна, чересчур как-то вот негативно, бурно реагирует на вас, и вы, например, не считаете для себя возможным терпеть, допустим, такое поведение с ее стороны. И, соответственно, прости сына с ней поговорить для того, чтобы прояснить ситуацию. Это, например, вот почему она агрессивно как-то реагирует, то есть что ее волнует, может быть, ей нужна помощь и так далее. Следующий момент – это момент дистанцирования. То есть вы, условно говоря, в этой ситуации, при таком обходе, просто-напросто отказываетесь принимать жену вашего сына и не позволяете ей, например, с вами встречаться. Либо вы общаетесь с ней исключительно вешливо, только лишь вот на каких-то таких общих моментах и не более того. То есть не позволяйте себе сближаться с ней. Не проецируйте, не провоцируйте ее. Не давайте ей помощь для того, чтобы на вас как-то агрессировать. Вы можете, собственно, даже поступить еще более рискованно и откровенно вызвать невесту или жену, да, жену вашего сына на разговор, на откровенный разговор и спросить у нее прямо, что она против вас имеет. И имеет ли она вообще что-то против вас, если да, то что? Вам важно убедить ее, что вы хотите для своего сына только счастье и, в принципе, ничего больше. И как бы это то, что вас волнует. В первую очередь. Все остальное вам, вообще говоря, совершенно неинтересно. И если вот жена вашего сына перестанет воспринимать вас как соперника, если она увидит, что вы там действительно, например, настроены только на счастье своего сына и не больше, не меньше, то, простите, но тогда у нее отпадет необходимость вступать с вами в какую-то конфронтацию. У нее отпадет необходимость агрессировать. Ну, а вообще говоря, агрессия – это очень такое, знаете, общий симптом, то есть, то есть, агрессия может быть как следствие характера. То есть, вы можете для начала поговорить с сыном и просить у него вот, мол, как он живет с этим человеком, на что он задаст вопрос в чем дело, и вы ответите на этот вопрос совершенно однозначно, вы скажете, что вот она, например, твоя сна, там, на меня агрессируется, я не всегда понимаю, почему, что заставляет ее так себя вести, и подумал, может быть, у нее там какие-то проблемы, например. То есть, я с вами начал пытаться выяснить природу ее агрессии, то есть, что есть, что скрывает под собой ее поведение, потому что она делает, это какая-то проекция на вас чего-то, это одно, и другое дело, если человек сама по себе такой, и тогда ее только она будет принимать, то есть, в данном случае ее агрессия это суть ее характер, и как бы не принимать ее, значит, не принимать такую черту ее характера, а это означает, что вы тем самым, наверное, обидите своего сына тоже. И если это действительно верта ее характера, то только, то тогда я думаю, что совершенно очевидно, очевидно, совершенно вывод, очевиден вывод, что это нацелено не на вас, а на просто такого человека. И тогда агрессия вся будет проходить мимо вас. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что мой ответ является общим именно потому, что вы задали общий вопрос. Для получения конкретной рекомендации пожалуйста, дополните свой вопрос, напишите мне в личном сообщении о том, что вы его дополнили. Я посмотрю и дополню свой ответ. Либо напишите мне в личку более конкретное описание своей проблемы. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Благодарю!